Всем привет! Решила я сегодня обозреть телефон, который сегодня купила. Вообще не в моих правилах обозревать технику, но, как говорит моя подружка Машка, люди очень любят смотреть обзоры на технику. Особенно я их люблю смотреть, когда выбираю какую-нибудь модель, какого-нибудь чего-нибудь. Мой алкотель приказал не то, чтобы долго жить, но у него сначала удалилось одно приложение, очень нужное мне само по себе. Потом заглючил Дербанк, потом заглючили Инстаграм, потом он сам по себе заглючил, хоть я уже приехал вчера домой благодаря Герасиму. Спасибо Герасиму, довез туда и обратно за спасибо совершеннейшую. Короче говоря, домой я его уже откатила и флешку я форматировала, чего я только не делала, с бубном я прыгала очень много, но, в общем, видимо, три года и три с лишним, ну, грубо говоря, три с хвостиком года. Жития алкотельного телефона, онтач, пикси, два чего-то там, дальше, не помню, 41 или 40, какие-то буквы, циферные аббревиатуры, это, наверное, много. И вот те, кому не лень не вопили, Влад вопил за Xiaomi, хотя казалось, что у него Samsung, кто-то там чего-то советовал, и я кучу отзывов прочитала, что только я не видела, что только я не читала, и в основном мне зависало на сайте Билайна, оказалось, Москвы. И смотрела всякие разные телефоны. Какой-то мне очень понравился, ну, я вообще не знала, что это за телефон. Какой-то мне не очень понравился, у какого-то мне нравилось тупо название, потому что Vertex, а Vertex, как известно, ну, вам-то, может, неизвестно, может, вы... Ну, может быть, вдруг кто-то из вас смотрел Юки Юну, герой Юки Юна, были там такие Vertex, и, в общем, короче, Vertex это плохое чудовище, скажем так. Ну, и на Vertex телефоны были, мне попадались легка хреновые отзывы. Купила я такое счастье, в итоге в Билайне я обошла сначала Мегафон в магазин, потом Билайн, потом в МТС мне тут же атаковали, правильно, девочка зарабатывает деньги, продавец атаковала меня своими акциями, информацией, предложением взять что-то в разручку, я сказала, что в разручку мне не надо. Потом я зашла в Евросеть, она как-то это на Ростовской все было, как-то она такая уменьшилась, я там сто лет не была, и, в общем, когда захожу, что-то на все какая-то изменяющаяся. А потом я зашла в связной. Все-таки я потом обозрю свой ноутбук виндобуковый, купленный в связном, вот специально обозрю. Короче, у меня там тот же мальчик, который мне продавал мой виндобук, тут же меня атаковал, ну, неправильный продавец. Когда человек заходит и смотрит, вот я как-то не торчала над душой у тех, кто у меня смотрел шмотки, когда в УСЦРе в магазине работала. Короче, он мне начал сразу что-то советовать, я сказал, что сначала хочу сама посмотреть, и если что, я с ним проконсультируюсь. Вот тебе сказали, сам посмотрю. В общем, в итоге я стою, у меня над душой стоит человек и ждет что-то, и тут же начинают мне навяливать, но то, что я смотрела у них на сайте, не помню название, помню цену, не оказалось, он мне предложил в каталоге заказать. Как я могу заказать в каталоге, если я не помню, как называлось то, что я хотела заказать. В итоге я вернулась в Билань, девочка заметила, что я вернулась, и мы с ним, в общем, в итоге я купила. Не знаю, говорила до этого или нет. Монтировать я не буду, потому что у меня времени совершенно в обрезке, мне придет человек, который вот уже, вот первый человек, который сам затестил, позвонил, я ей написала смс, что вот если вдруг я не на связи, или там еще ВКонтакте сначала написала, если я вдруг не на связи, я тут увеличила мышкой себе эту мордочку лица, этот окушечка с камерой, и камера привет, люди тоже, если вдруг забыла сказать привет. И она, в общем, ну говорю, что вот у меня телефон купила новый, если я не в сети, то пиши ВКонтакте. И она мне решила прозвонить, и я вдруг услышала, что не настолько громко, конечно, как вот, ну действительно, как писали в обзорах, которые я разно читала, и смотрела, и отзывы читала, не тихо, но и не слишком громко, но так, чтобы можно было слышать, здесь-то я, по-моему, все три практически года пользовалась динамиком громкоговорителем, на всю хату слышно, и на все, что рядом, да, и некоторых это нервировало, но, допустим, это, в общем, довольно нормально слышно, я, правда, не сразу врубилась, куда там сжать, когда нажала, оказалось, что именно туда, в общем, вот у меня это коробочка, я просмотрела сейчас, когда я искала, как засунуть туда ту самую симку, вторую, я только уже, когда набила в Яндексе, значит, его модели, и написала, как туда засунуть симку, у меня вышел такой текст с картинками, как это сделать, я решила, что если нет видео на Ютубе, не показывающего, как эту симку засунуть, то почему бы не записать, может быть, оно, конечно, есть, я не нашла, но мне не попадалось, мне попалось только два видео с обзорами такими, вот эти, в общем, после такого обзора как-то информации не прибавилось, в общем, вот такая вот коробочка, я уже, правда, тут разобрала, но я могу вам, в принципе, собрать это, так, вытаскивайся, вытаскивайся, вообще, я лоханулась, я потом подумала, что я, наверное, лоханулась, не спросила у девочки, не проверила, есть ли там это подзарядное устройство, то все, а потом думаю, что, ну, если нет подзарядного устройства, то, в принципе, как моя старшая сестра, двоюродная, на днях тут сказала неделю назад, что, в принципе, к этим телефонам все что-то не, что к ним все подходит, потому что она случайно, в общем, получила так, что заряжала свой телефон через провод, который был вообще от экшн-камеры, который у меня вот этот магический глаз, в общем, на мониторчике телефончиков была вот такая наклеечка, что у нас тут есть, кулак такой 3G и скоростной интернет 3G, мне, в принципе, 4G не надо, особенно в деревне, у меня этот 4G никогда, наверное, не будет ловить, потом, дальше у нас вся такая требуха была, вообще-то вся требуха была внизу, но я сейчас чисто вам покажу, меня его уже видела моя подружка Дашка, которая тут ко мне приходила частично по делам, и тоже мы с ней не могли понять, где раки зимуют, как это все засунуть туда. Я боялась, что мне придется мегафоновскую симку завтра ехать и вырезать, но, оказывается, все дело намного легче. Короче, вот в такой коробочке, я тут немножко вынесла, вырезалась у меня, ох-ох-ох, как-то оно залезло, залазило. А может сейчас и не залезет, если не залезет, вы и так поймете. Основная-то суть видео была, есть показать, как туда сувать эту вторую симку. Короче, внутри вот этой коробочки была вот эта коробочка. Здесь у нас опять этот кулак и микромакс со всех сторон. Тут уже, соответственно, вот это вскрыто, потому что мне его проверяли в магазине на ростовской Билайн. И вот здесь все эти данные, как обычно бывает на всякой технике. Тут у нас был пакетик, и мне девочка, в принципе, она уже сказала, потом я, говорит, вам его не буду собирать, потому что вам все равно его потом разбирать и сувать. В общем, вот в этом пакетике у меня был незакрытый вот этот вот телефончик. Очень удобно держать в руке, на самом деле. Я все хотела что-нибудь по типу такого, и он... У меня вот был упор, хоть Влад говорит, что это что-то такое, он не знает, оно какое-то очень дешевое, что за 4590 откупить вот что-то такое на 3000 часов вот этих вот. Ну, у меня был именно упор, чтобы он побольше жрал, меньше жрал зарядку, побольше было такое экономичное, потому что вот этот у меня был, по-моему, на 1300 этих самых часов. У нас вот здесь лежал вот этот телефончик. Вот эту фигню мы достаем. Тут у нас пакетик, в котором была, не поверите, я его еще не клеила. Стеклышко, как мне сказала Дашка. Какой-то квадратик. Похоже на симку большую. С этим вот кулаком. И тряпочка для протирания мониторчика, прежде чем наклеить на нее вот это стеклышко. Ну, я потом разберусь, как это клеить. Хоть она мне советовала сходить какой-нибудь магазин, доплатить монетку, ну, чё ж, я совсем без рук. Я уже клеила такие стеклышки на какой-то свой планшетик. Тексотовый. Тексос. Сейчас мы это все обратно зафигачим. Здесь у нас инструкция по применению для чайников, которой совершенно ни хрена нет. Ну, как обычно сейчас бывает. Здесь типа гарантий, не талон, да, кстати, Билайн дает год гарантий на всю эту требуху. Так же, как сам магазин дает, в смысле, сама эта фирма дает год гарантии. Как я поняла, в основном Билайн это вот презентует. И тут у нас дальше, вот в этом пакетике у нас что-то такое лежало. А, аккумулятор. Потом у нас тут классическая такая с USB-шной дыркой зарядка с индикатором. Как я уже поняла из разных обзоров, я её потому что сама не вставляла. Он горит, пока он заряжается. Как перестанет заряжаться, так там огонёк потухнет. Ну, обычная классическая микро-USB с USB-штуковина. Дашка сказала, что это очень крутые наушники в них, типа, хорошо слышно. А мне всегда казалось, что этими наушниками заткнул и больше... Вот вытащил и уже больше ничего никогда не услышишь. Ну, очень дизайн такой-то хороший. Как бы говорила Алёнка относительно какой-нибудь хренотени. Или как принято говорить на Ютубе среди этих бьюти-блогеров по поводу какой-то такой хренотени. Выглядит дорого. В общем, выглядит дорого. Стильное, так сказала бы. Выглядит. Ну и что основное? Вот это вот. В общем, требуху я тут показала. И теперь сам телефон. Вон, тут у нас, кстати, данные-то, я думаю, если что кому надо, сами поглядят. Тут у нас гигабайт памяти и ещё 8 гигов внутри. Ну, и у меня ещё туда встала микрофлешка на 16 гигов из старого телефона. И мы с ней поговорили. Так она мне хочет, я стану этой внутренней частью твоего телефона и больше, типа, никуда больше не всунусь. Я говорю, давай. Она тогда отформатировала меня. Ну, в общем, она отформатировалась. Теперь у меня там память, как бы, вместительность на 24 гигаунт получается. Тут у нас две камеры. Одна фронтальная на 2 мегапикселя и задняя, значит, на 5 мегапикселей. Android Marshmallow, в общем, 6-й Android. Я глянула, кстати, 7-й Android. Он был более яркий. И у того телефона, у Vertex, он мало того, что яркий, мне бы глаза уставали. Этот более такой матовый. И тот был менее массивный насчет этих самых ма-часов. Ну, и куча всякой требухи. Как я поняла, тут нет такого гемора, как, допустим, на Alcatel, что вот ставил первую симку, а вторую ставил. И только с первой симки ты в интернет можешь выходить. Тут без разницы, верхнюю ты ставил или нижнюю. В общем, вот так оно выглядит. Оно, кстати, отражало мне тут, тут подсветку делало. Тут можно, вообще куча всяких функций, куча, как обычно, игр напичканная. Я уже половину игру удалила, но я все игры обычно удаляю. В общем, смотрю, то, что мне не нужно, я отправляю к про отцам, так же, как вот здесь. Ну, типа, отключить или удалить. Вернула то, что у меня удалилось на этом. Ну, я еще, правда, их не настраивала. Я сюда тоже ватсап поставила, потом уже разберусь попозже. В общем, тут у нас зарядка с головой и микрофончик. Снизу у нас тут камера и динамичек. В смысле, с другого боку и другая камера и динамичек. Единственное, непривычно, тут две точки, вот эта фигня. Назад менюшка и удалить все нах. Внизу у нас микрофончик. Ну, тут громкость, тихость, я еще к ней не прикасалась даже. И вот у нас это вот. И вот вам счастье. Да, короче, вот я начала говорить, тут можно настройку этого яркости экрана сделать. Сейчас я его благополучно вырублю, чтобы показать вам, что куда вставляют. Сигарету в рот. Как прямо из какой-то касты. Но вы сигарету в рот не вставляете, лучше возьмите мороженку какую-нибудь. Микромакс. И кулак такой. И теперь мы его вскрываем. Тут у нас есть такая маленькая выемка. Как раз под ноготь большого пальца. Мне оно еще так понравилось. Да, кстати, тут прорезиненный по бокам корпус алюминий или что-то в этом. Вроде, короче, метальчик такой. Вот такой вот аккумуляторчик. Пластик похожий на резиночку. На самом деле это пластик. Но очень удобно держать в руке. И вот чем смотрите. Вот внизу, этими самыми перепонками, вот такой фигней, как бывает еще этим чипиком, короче, к верху, вы вставляете большую симку. Сверху вы вставляете перепонками эти чипиком вниз, как обычно, вот сюда маленькую симку. А вот здесь у нас карта памяти. Так, вот у нас эта карта памяти. Я замучилась. Вот только благодаря какому-то человеку. Я даже, наверное, в инфоблокте оставлю ссылку на его статью. Потому что мало ли кому-то будет лень смотреть меня. Там можно будет прочитать, пролистав, до картинки даже. В общем, вот у нас билайновская микросимка. А вот у нас мегафоновская микросимка. Большая симка. Короче, большая симка мегафоновская. Вставляется. Сейчас я вот покажу вам. Вот так вот. Этими самими чипиком кверху. Сфокусируйся на нас, чувак. В общем, вот так вот. В нижний слот самый вставляется эта мегафоновская симка. Ну, на самом деле, вы можете вставить какую-то другую симку. Куда у меня эта мелкая хрень свалилась. А вот она. Ай-яй-яй-яй-яй. Иди сюда, билайновская. А вот сюда вы вставляете. Тут, кстати, даже нарисовано, как вот так вот. Вот так вот вы вставляете. Чтобы чипик с чипиком срослись. Маленькую симку. Сейчас мы ее вставим. Маленькую симку. Ну и микрофлешка вставляется туда, куда обычно. И теперь мы его засобачим обратно. Очень удобно. Тут, кстати, вот эти гвоздики. На самом деле, они нажимаются. Как раз, когда... Тут четыре этих гвоздика маленьких. В общем, он мне очень нравится. Бюджетно. Учитывая, что я вообще три с лишним гола не покупала телефоны. Я думала, что они до сих пор так и стоят. Две тысячи где-нибудь. Или что они еще как-то... Ну, короче, с Владом у меня сегодня такая дискуссия вышла на тему. Какие телефоны вообще бывают? Еще я в каком-то там веке застряла, наверное. Ну и, в общем, нажимаем на боковую кнопочку. И вот нам Welcome to Hell Android. Стильный. Смотрится дорого за счет написано. Это у меня было шампань. Ё-моё. Дизайн. Удобно в руке держать. Удобно говорить. Хороший динамик. Не надо нажимать на кнопочку, чтобы слышала вся аудитория. И мне вообще прикалывает, что тут такой кулак. Майкромакс это вообще, да? Я его называла. Микромакс. Ну, в принципе, я почему-то насчет Майкром не думала, что это как-то связано с Майкрософтом. Но оно совсем не с Майкрософтом. И где-то я даже в камен так читала, что оно как бы в Индии зарегистрировано. Но у меня одна Nokia, которая еще была кирпичиком, когда я была в Петрозаводске. Точнее, в Кандапоге. Я его покупала в 2013 году. Она была сделана в Индии. Как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. И всем хороших характеристик у техники. Всем пока.